Добро пожаловать в мир высоких технологий. Сегодня компания «Газпром» космические системы, чей телекоммуникационный центр расположен в Щелкове, далеко от родного края. В Амстердаме спутниковый оператор России представляет емкость орбитальной группировки «Ямал» на международной выставке телекоммуникаций и мультимедийных технологий IBC-2016. IBC – это уникальная площадка для встречи специалистов в области телекоммуникации, интернет-вещания и производства медийных продуктов. Выставка проходит с 1967 года, и сегодня под крышей крупнейшего амстердамского выставочного комплекса RAI встречается более 55 тысяч представителей индустрии телекоммуникаций. Постоянный участник форума – компания «Газпром» космические системы, которая демонстрирует возможности спутников «Ямал» для Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша компания предоставляет спутниковый ресурс для таких потребителей. И на наших спутниках сегодня порядка 300 телевизионных каналов работает. Это составляет сегодня где-то 20% от загруженного ресурса. И поэтому для нас это, конечно, очень важное место, где мы встречаемся с нашими клиентами. На IBC 2016 компания провела целую серию важных встреч и переговоров и укрепила партнерство с давними и новыми клиентами. Важным результатом стало подписание соглашений о дальнейшем сотрудничестве. В частности, ресурс спутника «Ямал-402» активно используют европейские компании «Сигналхорн» и «Глобком». Орбитальная емкость спутника позволяет им предоставлять разные виды услуг связи для корпоративного сектора. Это очень важный для нас контракт, который длился многие годы. Для добывающих компаний очень известный. Мы очень рады, что Господь Костричной системы и коллеги поддержали нас в этом. И мы надеемся, что этот контракт будет работать еще многие годы. Наше сотрудничество началось в 2005 году. Я знаю, что мы были одним из первых заказчиков на спутнике. И мы очень довольны нашим сотрудничеством и готовы расширять его и дальше. Мы используем эту выставку для того, чтобы подписать два заказа. Один на Ближнем Востоке – это для строительства. И второй – для нашего заказчика в Африке – для правительственных заказов. Также один из давних клиентов спутникового оператора – голландская компания «Кастер». С ней «Газпром Космические системы» сотрудничает уже 8 лет. Компания активно использует ресурс спутника «Ямал-402» для правительственных заказов и корпоративного сектора. «Спутник «Ямал-402» в Южном Луче используется для неправительственных организаций, нефтедобывающих компаний, компаний, добыющих полезных ископаемых, морской бизнес. Здесь мы преимущественно используем европейский луч спутника «Ямал-402», а также северный луч этого же спутника для судов, курсирующих в Средиземном море, а также в северных морях Российской Федерации». Услуги связи на судах с помощью российских спутников «Ямал» также предоставляет компания из Великобритании с помощью наземной инфраструктуры, расположенной под Лондоном. «Мы начали наше партнерство с «Газпром Космической системы» много лет назад. Сначала на спутнике «Ямал-202» С-диапазона, но значительно расширено наше партнерство с запуском спутника «402». Наш телепорт представляет спектр услуг. Как правило, это передача данных, голоса. Но на «Ямал-402» у нас также много морского бизнеса. Ай-Би-Си также дает возможность обговорить перспективы работы с новыми партнерами. Так, руководство компании «Газпром Космические системы» провело встречу и обсудило сотрудничество с американской компанией «Электродинамикс». «Мы – американский телепорт, расположенный в Брюстере, и мы рады развивать бизнес с российским спутником-оператором «Газпром Космической системы». И мы надеемся, что наша кооперация продлится долгие годы». И, конечно, ресурс орбитальной группировки «Ямал» использует компании, развивающие телевизионный бизнес. На выставке спутниковый оператор «Газпром Космические системы» обсудил расширение сотрудничества с компанией «Телемедиа», предоставляющей услуги репортажного телевидения в Южной Африке. «Мы осуществляем трансляцию телевизионных каналов через «Ямал» спортивные каналы «Конные скачки», также общеобразовательные каналы, христианские каналы, и основной наш заказчик – это государственное телевидение Анголы». Работа компании «Газпром Космические системы» на выставке получилась очень продуктивной. Зарубежные партнеры не только обсудили план работы с руководящим составом, но и пообщались с техническими специалистами. Что касается качества, то я не слышал нареканий по этому поводу от наших потребителей наших услуг. А вот что касается расширения возможностей, такие предложения есть. В целом, услугами компании «Газпром Космические системы» пользуются клиенты почти из сотни стран. Примечательно, что сердце компании «Телекоммуникационный центр» находится в Щелковском районе. И именно отсюда осуществляется управление всей орбитальной группировкой. В перспективе по соседству с центром появится завод по сборочному производству космических аппаратов. И следующие спутники компании будут собраны на территории Щелково. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадио компания «Щелково».